Рады видеть всех пришедших, дошедших. Хочу вам представить Алексея Кнора, замечательный эксперт из Европейского университета Санкт-Петербурга, из Института проблем правоприменения при Европейском университете. Алексей, сам выпускник Европейского университета, учился на социолога, занимался социологией науки. И сегодня Алексей расскажет нам, я надеюсь, очень интересные вещи про криминальную статистику, как она может быть применена в анализе проблем, связанных с наркопреступлениями. Как, я думаю, все знают, недавно была упразднена служба госнаркоконтроля, и если верить сайту «Медуза», то доклад Алексея в прошлом году предвосхитил это упразднение, потому что функции борьбы с наркопреступлениями у МВД и госнаркоконтроля отчасти друг друга дублировали. Я надеюсь, что сейчас Алексей нам поподробнее про это расскажет. Спасибо. Я благодарен сотрудникам открытой полиции за то, что меня пригласили выступить. Я также благодарен за возможность выступить в помещении организации «Мемориал», которая, это, возможно, для меня большая честь. Я, в общем, расскажу сегодня про три вещи. Во-первых, про то, что такое криминальная статистика, откуда она берется, что с ней можно делать, в каких форматах она существует. Я расскажу про то, как с этой криминальной статистикой можно работать, и немножко расскажу про анализ данных в этой статистике. И вторая часть моего выступления будет посвящена такому кейсу того, как мы в Институте проблем правоприменения исследовали криминальную статистику, связанную с борьбой с наркотиками в России. И я покажу, какова была наша исследовательская логика, что нами двигало, что мы делали и каким результатом мы пришли. Если начать с такого самого начала, то по большому счету есть два больших источника того, откуда у нас появляются данные о том, какие преступления совершаются, какие преступления вообще есть, кто их совершает, сколько их и так далее. И, в общем, самый главный источник – это то, что называется ведомственная статистика, когда полицейский получает вызов, приезжает или получает заявление, и в этот момент фиксируется определенный факт того, чтобы это преступление было совершено, оно регистрируется. И благодаря вот этой вот машинерии того, как в различных правоохранительных ведомствах устроена регистрация правонарушений, мы получаем или можем получить статистику, криминальную статистику того, какие преступления были совершены. На слайде вы видите так называемую статистическую карточку, которая используется во всех правоохранительных органах Российской Федерации для того, чтобы фиксировать, регистрировать преступления. Этих статистических карточек есть на самом деле много. Вот самая первая – это статистическая карточка на выявленное преступление, когда правоохранительный орган только сталкивается с фактом преступления. После этого есть разные статистические карточки о потерпевших, о материальном ущербе. В конце концов, есть статистическая карточка о том, как какое-то преступление попадает в суд. Есть уже статистические карточки, связанные с тем, как какое-то преступление проходит в стадии суда. Но я буду говорить в основном сегодня о криминальной статистике досудебной. Эта статистическая карточка, как я уже сказал, используется во всех правоохранительных органах России. Она была утверждена не так давно. До этого были разные системы учета преступлений. И такие статистические карточки являются, пожалуй, одной из тех вещей, за которые мы можем гордиться в правоохранительной системе России, потому что они очень большие и очень избыточные в хорошем смысле. Каждый раз, когда фиксируется какое-то преступление, правонарушение, то сотрудник правоохранительных органов должен вписать в огромное количество полей различную информацию, когда было выявлено, кем было выявлено, кто пришел, как было зарегистрировано преступление. И для разных типов преступлений существуют разные дополнительные реквизиты. Например, про наркопреступления, о которых я буду рассказывать дальше, существует реквизит, связанный с объемом изъятых наркотиков, типами изъятых наркотиков, что за вещество было изъято и так далее. У такого ведомственного учета преступлений есть, как мне кажется, две большие проблемы. Первая проблема – это то, что называется искажение, связанное с ведомственными стимулами. Можно вспомнить такой закон Гудхарта, который говорит о том, что когда какой-то показатель, социально-экономический, например, или какой-то организационный становится инструментом для оценки эффективности работы какой-то организации, а это значит, что мы под оценкой эффективности понимаем, можем ли мы сократить эту организацию, насколько мы должны повысить или понизить зарплату ее сотрудникам, то сразу после того, как мы начинаем использовать какой-либо показатель для таких целей, этот показатель мгновенно перестает отражать то, что он должен отражать, и становится таким артефактом, поскольку организационные стимулы людей, которые работают в этой организации, способствуют тому, чтобы эта статистика искажалась. И в этом смысле в российских правоохранительных органах криминальная статистика может быть искажена такими организационными стимулами. И, наверное, на таком обыденном уровне это лучше всего известно под таким стремлением людей, которые работают в правоохранительных органах, не иметь глухарей, то есть уголовных дел, которые, скорее всего, никогда не будут раскрыты, потому что у них будут определенные проблемы, если этих глухарей будет много, потому что их работа оценивается по определенному набору показателей. И чем меньше этих глухарей, тем эта работа оценивается лучше. Но другая большая проблема, связанная с криминальной статистикой, это то, что называется латентность преступлений. В общем, в криминологии давно известно, что далеко не все преступления, которые реально были совершены, ограбления, изнасилования, кражи, далеко не все потерпевшие после этого обращаются в правоохранительные органы. И это является такой большой проблемой, потому что, по большому счету, даже если у нас нет никаких организационных стимулов для искажения статистики, мы все равно точно никогда не узнаем, сколько преступлений было совершено, потому что не все люди просто идут потом в полицию, например, или в суд. И для этого уже давно придуман инструмент для того, чтобы понимать, какая на самом деле преступность и насколько вот этот показатель латентности серьезен. И это второй источник данных для криминальной статистики, который называется виктимологические опросы. Это такие социологические исследования, анонимные, которые по-хорошему должны проводиться независимыми организациями, которым граждане, по крайней мере, не испытывают недоверия, которые предполагают задание большого количества вопросов. Подвергались ли вы каким-то нападениям за последний год, например, а пошли ли вы после этого в полицию, а почему не пошли. И это позволяет выстроить такую альтернативную картину. Существует некая официальная система статистики ведомственной, полицейской, которая говорит, что у нас на самом деле столько-то преступлений. Но благодаря этим виктимологическим опросам мы видим, что преступлений на самом деле больше. И это второй важный источник данных криминальной статистики, который позволяет понимать, а что же с преступлениями происходит. Если говорить про то, как эти данные могут выглядеть для того, чтобы с ними работать, то я бы выделил, наверное, два таких больших типа данных криминальной статистики. Это агрегированная и неагрегированная или дезагрегированная статистика. Агрегированная статистика – это статистика, когда мы имеем некий такой общий показатель. Если мы зайдем на сайт Министерства внутренних дел и зайдем в раздел «Статистика», то там будет вот такая краткая характеристика состояния преступности, в которой мы можем причитать, сколько преступлений было совершено, насколько это больше преступлений, чем в прошлом году, сколько процентов преступлений было выявлено органами внутренних дел. И это такая обобщающая статистика, которая говорит нам о том, как обстоят дела в целом. Эту же статистику, уже не криминальную, а социально-демографическую, мы можем найти в агрегированном виде, если зайдем на сайт Росстата. Если мы попытаемся посмотреть, а сколько у нас людей, как у нас распределено население по возрасту, то мы увидим вот такие вот агрегированные группы по годам и по возрасту. И вообще это, когда у нас есть только агрегированная статистика и нет никакой другой, это плохо, потому что такая статистика не позволяет проводить никаких статистических исследований. У нас отсутствует уровень индивидуальных наблюдений. Более того, часто она используется для целей, не связанных с какими-то прямыми исследовательскими выводами, а вот для того, чтобы показать, например, что за аналогичный период прошлого года было раскрыто меньше преступления, в этом году уже больше. Это значит хорошо, значит ведомство работает как надо. Альтернативой такому типу данных является дезагрегированная статистика, которая проявляется на уровне отдельных наблюдений. Если мы зайдем, если говорить про криминальную статистику, то проще всего вбить в гугле open crime data, вы увидите в топе поисковой выдачи два сайта. Первый сайт это сайт, связанный с открытыми данными правительства Великобритании. А второй сайт, который вы видите, это сайт-сборник различных датасетов, связанных с криминальной статистикой в Соединенных Штатах. И это криминальная статистика в дезагрегированном виде на уровне отдельных наблюдений городка Баттен-Руж в Калифорнии. И на ней можно уже увидеть каждый конкретный случай преступления. Мы знаем, что существуют отдельные факты этих преступлений. Для этих фактов мы знаем тип преступления, мы знаем, когда он был совершен, мы знаем, где он был совершен и так далее. И это позволяет использовать, во-первых, все методы статистического анализа, потому что статистический анализ в основном ориентирован на работу с такими данными. А во-вторых, это предполагает много других интересных видов деятельности с такими данными. Например, разработку различных приложений, в том числе со стороны бизнеса. И это предполагает еще возможность научных исследований таких данных. И по большому счету, когда мы говорим о развитой системе криминальной статистики анализа данных, то мы говорим о том, что должны быть, что чем больше источников дезагрегированной статистики, тем лучше. Если говорить про то, как такая криминальная статистика может быть распространена, то мне кажется, что здесь есть два больших полюса. Это закрытость и открытость. И где-то посередине серая зона. Закрытые данные – это те данные, которые собираются, но к которым мы, как граждане или как исследователи, или ученые, или предприниматели, в общем, как аутсайдеры, не имеем никакого доступа. Это статистика, которая собирается в ведомствах. Если мы говорим про постсоветские страны, то в советское время была очень мощная система статистического учета. И по большому счету она осталась. И то исследование, про которое я буду говорить, связанное со статистическими карточками, оно основывалось на этих данных. Но эти данные очень часто закрыты. Организации, ведомства нам их не показывают. Если двигаться в сторону открытости, то в какой-то момент мы попадаем в такую серую зону. Это различные данные, иногда даже не анонимизированные, которые находятся в таком непонятном правовом статусе. Потому что если, например, мы говорим про медицинские записи, то большой преградой на пути различных исследований, связанных с медициной, является анонимность и возможность деанонимизировать человека. А тут тогда мы говорим как об утечке персональных данных, так и о том, что нарушается врачебная тайна. И это большое препятствие, потому что существуют определенные законы, которые запрещают эти данные разглашать. И это, с одной стороны, хорошо, потому что это гарантирует наше право как граждан на то, что никто о нас не узнает больше, чем мы того хотим. Но, с другой стороны, когда мы говорим о движении в сторону открытости, в сторону того, что различные данные о том, как работают государственные органы, должны быть открыты, мы должны понимать, что должно существовать определенное правовое поле для этого. И вот эти серые данные, это те данные, с которыми можно работать, которые, например, утекают в интернет, но которые не имеют прямого правового толкования и по которым можно иметь даже проблемы с правоохранительными органами. Ну и, наконец, открытые данные. Это, в общем, довольно устоявшийся термин, наиболее известный, который связан, поскольку есть куча организаций, которые занимаются открытыми данными, но нет ни одного окончательного списка того, что такое открытые данные. Есть много разных характеристик, но я свел, в общем, в три их такие типичные. Во-первых, открытые должны быть открытыми, то есть любой человек должен иметь доступ к этим данным и должен иметь возможность их получить. И чаще всего это значит, что они должны быть в открытом виде в интернете. Вторая характеристика – это тот самый правовой статус, то есть лицензирование, чаще всего под лицензиями Creative Commons или другими, который позволяет на основании этих данных разрабатывать приложения, делать исследования, в общем, использовать их во всех целях, которые только можно придумать, ну, кроме совсем незаконных. Ну и, наконец, это такой технический момент, это машиночитаемость. Возможность автоматизированной обработки этих данных, суть которой заключается в том, что, например, в России движение за открытость данных довольно распространено. То есть очень многие государственные органы, им предписано открывать данные. Но проблема заключается в том, что эти данные чаще всего не позволяют автоматизированной обработке. То есть мы не можем взять и использовать их в бизнесе. Мы не можем взять, просто обработать их методами статистического анализа. И самая крупная проблема, это когда вместо того, чтобы выложить документ в формате Word, государственные органы выкладывают документ, отсканированный документ формата Word, который является картинкой, но который не позволяет никакого автоматического анализа, потому что то, что называется оптическим распознаванием, это очень дорогая процедура, которая не дает однозначного результата. То есть все может неправильно распознаться. Кому, в общем, нужны эти открытые данные о криминальной статистике и вообще данные о криминальной статистике? Мне кажется, что здесь есть три таких больших стороны. Во-первых, это граждане, которые… Ну и гражданство, то, что называется гражданским обществом, когда у нас существует потребность в том, чтобы понимать, чем занимается государство, понимать, как налогоплательщикам, значит, а правильно ли оно тратит наши деньги и вообще понимать, что там происходит. Например, в такой опасной системе, как судебная или правоохранительная, которая, значит, если она работает неправильно, несет угрозу к нам как гражданам. Вторая сторона – это бизнес, который позволяет этих данных зарабатывать. И взаимодействие бизнеса и государственных органов, особенно правоохранительных, это очень распространенная тема в странах Запада, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И есть довольно большое количество компаний, которые специализируются на анализе криминальной статистики. Во-первых, это сегмент для… Публичный, да, например, кажется, в Великобритании есть специальные сервисы, которые рассчитывают стоимость аренды квартиры с учетом того, какая преступность на улице, рядом с этой недвижимостью. А другой сегмент – это бизнесы, которые связаны с взаимодействием с государственными органами. Если говорить про судебную криминальную статистику, судебную статистику, то буквально недавно в интернете вышла статья «Вашингтон-Пост», кажется, где рассматривается проблема того, что называется судебный скоринг. Судебный скоринг – это когда специальное программное обеспечение анализирует криминальную историю человека, который совершил рецидив, например, преступления, и дает судье, который принимает решение о наказании, определенную индекс, оценку, насколько этот человек опасен. И это вызывает большую критику и дебаты со стороны различных сторон, потому что это вмешательство информационных технологий в традиционную человеческую область, в судебную систему. Но это большой рынок, потому что есть большое количество компаний, которые этим занимаются. Ну и, наконец, в открытых данных в идеале должны быть заинтересованы сами государственные органы, потому что это является такой долговременной инвестицией. Государственные органы, в общем, боятся что-либо афишировать о себе, по разным причинам. Но если эти данные о том, как они работают, раскрыть, то в долговременной перспективе, если мы говорим о лицах, которые принимают решения, это позволит различными способами оптимизировать работу государственных органов, понимая, где им не хватает финансирования, где им не хватает людей или ресурсов, а где их, наоборот, слишком много. То есть речь идет о научных исследованиях того, что происходит в государственном управлении, то есть о том, что там известно под названием New Public Management. И тут, конечно, необходимо сказать о том, что открытые данные – это не всегда хорошо. И в этом смысле недавно вышла статья, колонка на РБК Ивана Бегтина, человека, имя которого сразу всплывает, когда вы говорите в России об открытых данных, в которой он писал очень хорошо о том, что вообще-то не всегда данные нужно открывать. Например, если мы говорим о точных местах совершения преступления, то эти данные могут использовать не только хорошие люди, граждане, бизнес и государство, но и сами преступники. Другой пример, который был приведен, это пример про раскрытие личности педофила в США. В США, если вы совершили сексуальное насилие над несовершеннолетними, то когда вы селитесь в каком-то сообществе, в комьюнити, вы должны пройтись по всем домам рядом, постучаться, объяснить, кто вы, и сказать, что вы педофил. И это просто регламентировано законом. Можно представить, что случится, если открытые данные о педофилах будут доступны в России. С нашим отношением к этим людям они, скорее всего, долго не проживут. И, в общем, есть большое количество таких темных сторон. И единственный рецепт против того, чтобы открытые данные не стали для нас злыми, это публичное обсуждение, которого в России, например, сильно не хватает. Сейчас я перейду ко второй части своего рассказа. Это про то, что значит с этим данными криминальной статистики можно делать. В общем, мне кажется, что есть два уровня. Первый уровень – это токсический, который связан с анализом данных для применения либо здесь и сейчас со стороны правоохранительных органов, либо, в принципе, для понимания сотрудниками органов, что же происходит и как выстроить свою работу. То есть это уровень тактики. Дальше я скажу про стратегический уровень, про уровень такого большого, более высокого масштаба того, как принимаются решения относительно целых ведомств. Я и расскажу про ФСКН и МВД. Но если говорить про тактический уровень, то в нем есть два направления анализа криминальной статистики, таких больших магистральных. Первое – это все, что связано с географическим анализом данных, то есть с анализом данных о преступности, когда мы ее каким-то образом визуализируем на карте и после этого обрабатываем. То есть это преступность, преступления, у которых есть географическая привязка. И самое простое, что можно делать в этом направлении – это просто визуализировать определенные преступления на карте. И это хороший способ не только анализа, но и в принципе понимание того, что происходит с преступностью. И на слайде вы видите сайт новой харьковской полиции, который был запущен буквально полгода назад. И насколько я понимаю, это самая близкая к России история того, как данные о преступности могут быть визуализированы и доступны в открытом, могут быть доступны в интернете для всех желающих. И там можно посмотреть, там можно сделать фильтр по тому, какие преступления были совершены, там можно посмотреть на то, в каких районах они были совершены. И самое интересное, что этот сервис подсасывает данные не только из самого, самой ведомственной статистики правоохранительных органов, там, харьковской полиции, но там еще есть возможность самому написать о том, что меня ограбили в такое-то время, на такой-то улице. И это такая очень хорошая альтернатива в том смысле, что это то самое направление борьбы с латентной преступностью. Очень часто вам может быть просто некогда пойти в полицию, но если у вас будут более удобные, более эффективно работающие инструменты сказать, что меня ограбили, то вы с большей вероятностью это сделаете. Значит, что латентность преступлений будет меньше. С такими данными можно делать несколько интересных вещей. Во-первых, то, что… Следующий самый простой шаг – это сделать тепловые карты, или то, что там называется heat maps, которые позволяют увидеть, в каких, если мы поделим всю карту, например, города на квадратики, то она позволяет увидеть, в каких квадратиках, то есть в каких частях города преступность выше. И это позволяет нам, в принципе, увидеть, значит, где возможность совершения повторного преступления больше, где ходить опаснее и так далее. Следующий шаг, который делают уже исследователи в такой геокриминологии, это использование разных продвинутых статистических методов для моделирования преступности. И на слайде вы видите карту Кёльна. Я сейчас объясню, почему их две. Значит, метод, который здесь используется, называется ядерной оценкой плотности. И если говорить совсем просто и кратко, это такой статистический метод, который позволяет показать плотность, вероятность возникновения какого-то события географического с учетом различных сторонних параметров. И если мы просто… Слева исследователи построили карту ограблений и драк и потасовок Кёльна, и на ней видно, что все эти ограбления и потасовки в основном возникают в центре, что говорит нам о том, что основная концентрация такой преступности находится в центре города. Однако, если мы начинаем исследовать это явление более серьезно, начинаем читать криминологическую литературу по этой теме, то мы начинаем понимать то, как живут люди, как они себя ведут. И важным следующим шагом здесь является понимание того, а почему же совершается больше преступлений в центре. Преступлений в центре больше совершается просто потому, что люди, даже если они живут где-то на окраине, едут на работу в центр и проводят там большую часть дня. Именно поэтому преступлений там совершается больше. И если мы представим, что в какой-то момент люди не едут на работу, например, в праздник, и они остаются дома, то, делая на эту поправку, мы можем сделать более точную карту, которая говорит о том, что если мы привязываемся к конкретной локальной плотности населения, то преступность будет выглядеть уже так. То есть возможность совершения повторного ограбления или драки будет выглядеть уже так. Что говорит о том, что патрулировать улицы тогда нужно будет уже не в центре, а на окраинах города. И то, что, в общем, является наиболее, наверное, таким модным методом анализа и прогнозирования преступности в современной науке и криминальной статистике, является то, что называется near-repeat prediction. Это такой метод, который позволяет, используя большое количество параметров, иногда очень очевидных, например, сколько рецидивистов живет в том или ином районе до самых неочевидных, например, какая сейчас погода и время года. Используя большое количество параметров, такой метод позволяет нам строить довольно четкие и детальные карты того, где, скорее всего, возникнет преступление. с более конкретной привязкой, например, к дню недели или к времени дня, к временных суток и так далее. И на слайде вы видите интерфейс этой программы, которая используется для анализа данных с использованием этого метода. Такие программы, в общем, довольно сильно распространены в разных полицейских структурах различных стран, и они используются в основном для того, чтобы понимать, а как должна быть устроена сеть патрулирования. Как мы должны организовать полицейские патрули таким образом, чтобы этих патрулей, с одной стороны, было как можно меньше, потому что меньше экипажей, меньше полицейских, которые сейчас на смене, меньше нагрузка на полицейские ресурсы, и меньшим людям нужно платить зарплату. А с другой стороны, как эти патрули должны пролегать через различные районы таким образом, чтобы они ехали именно там, где, скорее всего, будет совершено преступление. И для этого используется в основном вот этот географический анализ преступности. Второе большое направление в анализе криминальной статистики это то, что называется индивидуальный прогноз рецидивов, если свободный переводить на русский язык. И в целом тут идея заключается в том, что мы используем данные о преступлениях не на уровне географии, не на уровне районов города, а на уровне конкретных людей. И такие данные, такие методы уже используются для того, чтобы, например, выделять определенные группы риска, понимать, кто, скорее всего, совершит рецидив, а кто не совершит. Особенно это популярно, когда мы говорим о людях с условно-досрочным освобождением, которым там должны приходить участковые, которые должны отмечаться. И это позволяет организовать более эффективную работу участковых. Особенно, если мы говорим про Россию, где участковые – это крайне перегруженная работа, на которой, в общем, столько, сколько должен сделать участковый за одни сутки и не сможет сделать обычный человек за неделю. Он должен обойти кучу домов, в то же время заполнить кучу бумажек. И в таких условиях довольно интересным становится шаг того, чтобы понять, а куда он должен прийти в первую очередь, где он будет наиболее полезен. И с этой точки зрения в таких методах индивидуального прогноза рецидивов чаще всего используется то, что известно как логистическая регрессия, такой метод анализа данных, который позволяет нам моделировать вероятность какого-то события на основании различных независимых перемен. Например, доходы этого человека, района, в котором он живет, его криминальные истории и так далее. Это позволяет, в первую очередь, сделать работу участковых более простой и понятной, более эффективной, скажем. Если говорить о другом уровне анализа криминальной статистики, не на уровне того, как мы можем помочь конкретным сотрудникам, а на уровне того, какие ведомства и как работают, то я сейчас расскажу про конкретные случаи того, как мы в Институте проблем правоприменения исследовали борьбу с наркопреступлениями. Краткая предыстория. Если мы вспомним начало 2015 года, то там был большой общественный дебат по связанной с сокращением российского бюджета, который, в свою очередь, был связан с кризисом. И в контексте сокращения бюджета вставали вопросы о том, а стоит ли нам финансировать большие государственные ведомства, и насколько мы должны их сфинансировать, и насколько мы можем их сокращать. И особо встал вопрос о федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Потому что, с одной стороны, если мы посмотрим, эта служба, в общем, занимается тем же, чем и занимается Министерство внутренних дел. Даже некоторые специальные подразделения по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. Это тоже статья Уголовного кодекса 228-234. Это тоже борьба с наркодиллерами и, в общем, нелегальным оборотом наркотиков. То есть существует, на самом деле, два больших ведомства. Только одно МВД, оно занимается еще и всей остальной преступностью. ФСКН занимается только наркопреступностью. И нам не очень понятно, почему нам нужно содержать два ведомства, которые занимаются одним и тем же. Ответом со стороны ФСКН на такую критику было то, что вообще-то ФСКН – это организация, у которой есть определенный мандат, связанная с борьбой с оптовыми поставками наркотиков и с крупными наркодиллерами, а еще с транснациональными наркотическими картелями. А значит, МВД в этом смысле – это организация, которая занимается другим сегментом. Это ведомство, которое занимается розничными потребителями и небольшими партиями, где чаще всего не нужна очень сложная оперативная разработка, чем должна заниматься ФСКН. Но помимо этого были другие интересные истории, и одна из самых интересных связана с конкретной силовой конкуренцией этого ведомства. В том же начале 2015 года, если я не ошибаюсь, ФСКН, управление ФСКН по Республике Татарстан возбудило несколько уголовных дел на сотрудников отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков МВД Республики Татарстан, которые находились некоторое время под следствием, под судом. Но через некоторое время, через, кажется, два месяца МВД Республики Татарстан возбудило несколько уголовных дел по факту нелегального оборота наркотиков уже на сотрудников того же ФСКН. И в прессе было несколько обзоров того, как это происходило, но это такой интересный случай того, как происходит силовая конкуренция двух ведомств, которые, в общем, занимаются одним и тем же. И это даже то, что мы читали в прессе, позволяет нам только предполагать, а что же там происходило на самом деле. Но факт заключается в том, что эти ведомства не помогали друг другу, а мешали друг другу, заводя уголовные дела друг на друга, а не на реальных наркоторговцев. И это, в общем, ставит вопрос о том, нужно ли существование такого дублирующего ведомства, как ФСКН, в России. И для того, чтобы нам на него ответить, нам нужно понять, действительно ли существует разделение функций между МВД и ФСКН. Действительно ли одно занимается оптовой наркоторговлей, другое розничными потребителями. Или этой разницы нет, мы можем спокойно одно из них сократить. Это вопрос, в общем, он звучит так очень тенденциозно, но на самом деле нам хотелось просто проанализировать ту статистику, которая у нас получилась, и дать такой первый более-менее сторонний объективный обзор того, что же там на самом деле происходит в этой борьбе с наркотиками. Потому что если мы зайдем на сайт МВД или на сайт ФСКН, то есть на сайт монополистов ведомственной статистики того, как происходит борьба с наркотиками, мы увидим там различные числа, которые показывают, что эта борьба идет, она идет эффективно, и она будет идти еще лучше. И ни в коем случае ни МВД, ни ФСКН сокращать не нужно. И тут мы видим то же самое, о чем я рассказывал в самом начале. Это агрегированная статистика. И проблема с ней заключается в том, что мы, как люди, которые не находятся в структуре самой ФСКН, которые не понимают, как эта статистика была получена, мы не можем ничего сказать о том, насколько она вообще релевантна, и что она отражает. Например, если мы говорим про 13,5 тысяч наркотикосбытчиков, о которых заявила ФСКН, то мы вообще-то не знаем, кто эти люди. Мы не знаем, сколько из этих наркосбытчиков реальные оптовые дилеры, а сколько из них розничные потребители. Тут, например, речь идет о предотвращенном экономическом ущербе 114 миллиардов рублей. Звучит серьезно, но я так и не нашел никакого объяснения, о как же в сфере нелегального оборота наркотиков может быть предотвращенный экономический ущерб. Кто является пострадавшей стороной? И как это число было получено? И в этом смысле встал вопрос о том, чтобы получить какую-то более-менее объективную информацию, которую мы смогли бы проанализировать и дать какой-то вывод о том, что же там происходит. И мы получили доступ к 58,6 наблюдениям, тысячам наблюдений. Это все зарегистрированные преступления по статьям 228-234 УК РФ за два года. То есть это все преступления, связанные с наркотиками, которые были совершены в России за два года. То есть не совершены, а зарегистрированы. Совершено это было, наверное, гораздо больше. И мы проанализировали эти данные и пришли к нескольким интересным результатам, которые я сейчас вкратце расскажу. Первое, что мы получили, это такую простую, описательную, но интересную статистику того, а как им вот, да, эти уголовные статьи, они в общем покрывают все, что так или иначе связано с наркотическими веществами, которые внесены в определенный перечень. И чаще всего мы говорим, когда мы говорим про наркопреступления, мы говорим про две статьи, которые являются наиболее часто используемыми. 228 и 2281. 228 – это статья, которая связана с… Я не ручаю сейчас за что-то точную формулировку, но это чуть более легкая статья, она связана с хранением и транспортировкой. Есть 2281, более серьезная, которая связана еще и с распространением. Помимо этого есть другие статьи, которые связаны в том числе с сильнодействующими веществами, которые связаны с организацией наркопреступления, поскольку я сам не являюсь юристом. Я сейчас точно не воспроизведу. Да. Вы сказали, что у вас не получены данные, а это не открыто? Да, ну это такая хитрая тема. Я бы назвал это серыми данными, потому что мы получили доступ к аналитическому массиву статистических карточек благодаря открытому правительству и лично министру открытого правительства Михаилу Абызову, который, в общем, эти данные не находятся в открытом доступе, но они не являются секретными. И вот поскольку наш институт занимается исследованием криминальной статистике достаточно давно, то у нас есть возможность обратиться к людям и сказать, мы хотим провести исследование, ничего плохого мы делать не будем, мы напишем сейчас аналитическую записку. И так мы получили доступ к этим данным. И если возвращаться к результатам, то первые результаты описательные были связаны как раз с распределением преступлений по тому, во-первых, по статьям Уголовного кодекса, связанным с наркотиками, а во-вторых, по тому, сколько этих преступлений в МВД и сколько в ФСКН. Первый занятный факт в том, что МВД регистрирует или регистрировало две трети всех наркопреступлений в России, ФСКН регистрировало треть. И еще примерно полпроцента относилось к другим правоохранительным органам, когда, например, где-нибудь на таможне обнаружили наркотики, ФСБ этим занялось и так далее. Но это очень мало. Полпроцента это очень мало. И мы можем говорить о том, что борьбой с наркотиками в России занимаются только два в основном. Занимались два ведомства. А второй занятный факт это то, как распределены эти преступления по статьям Уголовного кодекса. И можно заметить, что на самом деле то, как они распределены, примерно одинаково и для МВД, и для ФСКН. С небольшими различиями в статье 228, 28 часть 1. Второй, гораздо более интересный, вызвавший всплеск популярности в социальных сетях и в медиа, факт, который мы установили, это список наркотиков, которые чаще всего изымаются в России. Поскольку мы использовали статистические карты, статистические формы, которые я показал в самом начале, там есть реквизит, связанный с объемом изъятого наркотика и тем, что это за наркотик. И поскольку у нас были данные о всех преступлениях, мы посмотрели, а какие наркотики в России изымают чаще всего. Как вы думаете, какой наркотик в России изымают чаще всего? Конопля и ее производные, то, что называется натуральные каннабиноиды, это наиболее часто изымаемый наркотик в России, после которого идет героин, амфетамины, так называемые спайсы, известные также, как синтетические каннабиноиды, ну и то, что называются другие опиаты, типа метадона, федрин и так далее. А данные, которые вы получили, они были в цифровом виде или вам пришлось аналоговые, так сказать, носить или переносить в цифровый вид? Нет, они были получены в цифровом виде, но нам пришлось провести довольно большую работу по их препроцессингу. Они не были в формате стандартного плоского файла со строчками и столбцами. Там была довольно долгая работа, она там неплохо описана в нашей аналитической записи. Вот если вы посмотрите на сноску, то первый, самый большой пропуск данных, с которым мы столкнулись, это то, что из 580 тысяч преступлений в России, по данным вот такой довольно жесткой статистики, которая формируется на самом низовом уровне, мы знали о том, какие наркотики изъяли для каждого из преступлений, только примерно для 65% преступлений. Во всех остальных случаях реквизит изъятого наркотика был пустой. То есть это было преступление, связанное с борьбой с наркотиками, но было непонятно, какой наркотик был изъят. Я про это потом еще немножко расскажу. Помимо этого, поскольку в наших данных была географическая привязка, то есть мы знали, в каком отделении полиции или в каком отделении управления ФСКН было зарегистрировано данное преступление, то мы смогли привязать эти данные к карте России и таким образом построить географическую карту того, как устроена наркопреступность России с точки зрения того, какие наркотики изъимают. Вы можете зайти на наш сайт, который называется «Атлас правосудия». Мы изначально использовали его для визуализации судебных решений, но там есть вот такой подсайт «Дрэгмэп». Если вы на него зайдете, вы зайдете на эту карту и сможете посмотреть, какой наркотик изъимает чаще всего в вашем родном городе. И вот такой беглый взгляд, если просто показать один скрисшот, показывает, что северо-западный регион Санкт-Петербург и области рядом с ним являются такой амфетаминовой областью, где чаще всего изъимают наркотики амфетаминового ряда. А Москва и все, что рядом с ней, это героиновые регионы. Там можно по-разному раскрасить эту карту и посмотреть на то, как разные из видов наркотиков распространены в России. Если посмотреть на Москву, то в самом центре Москвы чаще всего изъимают амфетамин, поскольку я не живу в Москве, точно сказать не могу, но возможно это связано с тем, что клубов больше в центре. По краям это героин. Тут важно иметь в виду, что эта статистика не показывает напрямую, какие наркотики люди употребляют. Мы говорим сейчас о ведомственной статистике изъятий. И тут нужно помнить про те самые факторы искажения ведомственной статистики. Во-первых, эта статистика может быть искажена по различным мотивам, связанным с палочной системой. Возможно, в каких-то отделениях нужно было больше взять такого-то наркотика, а в каких-то такого. Мы на самом деле не знаем, потому что мы не работаем в ФСК, но у нас нет прямого доступа к сотрудникам, которые там работают. Мы не можем взять интервью. Другая причина – это та самая латентность. В преступлениях, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, нет потерпевшей стороны как таковой. И поэтому далеко не все из них в принципе фиксируются. То есть работники полиции или наркополиции, то есть ФСК, должны были приложить специальные усилия для того, чтобы этот факт преступления обнаружить. И все это складывается в картину того, что это не является напрямую статистикой того, что люди употребляют. Но это как бы то, что называется прокси-переменная. Видимо, существует какая-то корреляция, но мы не знаем, какая. Если взять и раскрасить эту карту для каждого из наркотиков, например, для натуральных каннабиноидов, то можно заметить интересные географические паттерны. Например, если мы говорим про натуральные каннабиноиды, то они в основном распространены по южной границе России. Ближе к северу их становится все меньше. Если мы посмотрим на синтетические каннабиноиды, которые синтезируются химическим путем, то они ближе к северу, и их же нет так много на южных окраинах. В принципе, возможно, они как-то дополняют друг друга. Если у вас нет натурального каннабиноида, вы, будучи наркопреступником, пытаетесь купить синтетический. Что, в принципе, это тоже такие рассуждения из области того, а может быть так. Мы точно не знаем. Наконец, самый важный результат, к которому мы пришли, который является таким важным политическим результатом нашего исследования, является то, что мы называли сравнительной оценкой эффективности ведомств. Мы подумали, если у ведомств два разных мандата, если одно должно заниматься оптовыми преступлениями, а другое розничными, то есть разными партиями, то, по-видимому, если мы посмотрим на то, каков средний объем изъятого наркотика, он будет отличаться ли в ФСКН и МВД. ФСКН должен быть гораздо больше. Но мы пошли здесь не совсем типичным путем, за который нас глава ведомства потом покритиковал. Мы пошли путем использования медиана, а не среднего. Проблема со средним, или то, что известно как среднеарифметическая, заключается в следующем. Если мы построим то, как распределен объем, то есть вес изъятого наркотика, в данном случае героина, для МВД и для ФСКН, то мы заметим, что этот объем, этот вес распределен не совсем нормально. У него есть много пиков, у него есть хвосты по краям, у него есть какие-то горбы справа. Когда мы говорим про среднеарифметическое, то я тут вкратце расскажу, в чем здесь идея. Среднеарифметическое – это такой способ понять какую-то среднюю интегральную оценку. Например, если нам интересен средний рост учеников в классе, что мы сделаем? Мы просто сложим рост всех учеников и поделим на количество учеников. И это будет хорошим решением задачи, потому что мы знаем, что рост является нормальной распределенной величиной. У нас всегда есть какой-то центр, то есть середина, где лежит средняя. А крайний случай расположен довольно равномерно вокруг этого среднего. Однако, если мы представим, что в этот класс попал человек, рост которого составляет не полтора метра, а два с половиной, то средний рост только из одного этого человека всего класса будет завышен. И поэтому в случаях, когда распределение данных так называемое ненормальное, то есть у него есть перекосы в какую-то из сторон, в этих случаях стремятся использовать другие так называемые робастные оценки, устойчивые к ненормальному распределению данных. И самой простой, и при этом довольно понятной такой робастной оценкой является медиана. Проще всего ее объяснить так. Представьте, что мы взяли этот класс и отаранжировали всех, расставили всех учеников по росту. И того ученика, который в самой середине, мы считаем его рост средним, то есть медианным. И, соответственно, чем больше у нас учеников, тем более показательна у нас медиана. И даже если у нас будет большое количество очень высоких людей или очень низких людей, то у нас средняя, то есть медиана, не будет скошена. И это особенно хорошо, например, используется в исследованиях социально-экономических, потому что доход населения распределен как раз ненормально. У нас всегда есть много людей, которые получают не очень много, но у нас всегда есть очень маленькая прослогика людей, которые получают очень много. Есть даже такой анекдот. Когда Билл Гейтс заходит в бар, то все посетители бара становятся миллионерами. И когда мы говорим про среднее арифметическое, то это вот то же самое. Поэтому мы использовали медиану для того, чтобы оценить, сколько в среднем изымают эти ведомства МВД и ФСКН. И мы пришли к интересному выводу, который заключается в том, что в среднем МВД изымает для каждого из преступлений 1 грамм, а ФСКН 2-3 грамма вещества. Понятно, что здесь есть серьезные детали, потому что 1 грамм героина это совершенно не то же самое, что 1 грамм марихуаны. Однако, если мы посмотрим на то, как эти медианы распределены по разным типам наркотиков, то мы увидим, что различия все равно небольшие. Они в относительном выражении составляют 2-3 раза, но в абсолютном выражении это считанные граммы. То есть большинство преступлений, которые регистрировало МВД и которые регистрировало ФСКН, это преступления, где наркотика изымалась в концентрируемом отношении несколько грамм и не больше. И, по-видимому, это говорит о том, что эти преступления были розничными, то есть точно не оптовыми. И это тот самый результат, к которому мы пришли, о котором мы написали в аналитической записке, о которой я еще скажу. На самом деле здесь есть несколько оговорок. Это исследование, в общем, это первое исследование, которое было проведено на массиве такого масштаба. И возможно, что мы использовали очень много разных методов для того, чтобы избежать пропусков и некорректных оценок. И мы, в общем, думаем, что это можно развивать дальше. Другая проблема заключается в том, что любая ведомственная статистика, даже эта, склонна к искажениям. И для того, чтобы понять, каковы эти искажения, необходимо провести этнографическую и социологическую работу. То есть найти сотрудников ФСКН или МВД, которые занимаются борьбой с наркотиками, и взять у них несколько глубинных интервью исследователей, чтобы понять, а как на самом деле устроена их работа, как они заполняют эти статистические карты, а какие неформальные практики там существуют для этого. Это все было бы неплохо сделать, но мы не успели, ФСКН сократили раньше. Самый важный с точки зрения науки и вообще полиси результат, это то, что мы увидели много пропусков и ошибок в данных. Самый главный пропуск, о котором я сказал, то, что для третьей преступления в этих данных нет вида изъятого наркотика. И мы не знаем почему. Одно из предположений, которое у нас было, заключается в том, что это связано с тем, что часто органы могут задерживать людей, которые по всем признакам находятся в состоянии наркотического опьянения, но поскольку они уже потребили, то экспертизу провести нельзя. Но это только предположение. Мы на самом деле не знаем, как это устроено. Помимо этого существовали пропуски не только в виде наркотического вещества, которое было изъято, но и в весе. Было много наблюдений, когда мы знаем, какой наркотик был изъят, но мы не знаем сколько. В этом случае мы использовали евристику, мы для каждого наркотика ставили вес 1 грамм. Помимо этого были различные ошибки заполнения данных. По-видимому, эта система как-то работает в том числе с аналогием носителями, потому что для Красноярского края у нас было довольно большое количество преступлений, где доля изъятого продукта мака составляла 10 в 24 степени. Это несколько миллионов, миллиардов, кажется. То есть это невозможное значение. Невозможно изъять, что столько мака. И очевидно, что это артефакт заполнения. И неизвестно, сколько таких артефактов есть еще. И мы столкнулись с такими ошибками. И мы сейчас работаем над специальной справкой, которая позволила бы органам, которые занимаются криминальной статистикой этого плана, оптимизировать работу того, как эта статистика собирается. Если переходить уже к такому ближе к концу, то мы исследование это опубликовали, и мы как-то взаимодействовали со СМИ. У нас было очень много ответов и репортажей от различных региональных изданий, интернет-изданий, которым очень понравилось то, что вы можете посмотреть, сколько там, скажем, в какой-нибудь Саратовской области, какой там самый популярный наркотик, и как в этой Саратовской области разные муниципальные районы проявляют себя в деле борьбы с наркотиками изъятия нарковеществ. Но самым интересным, самой интересной реакцией была реакция портала The Flow и самой неожиданной для нас. Это портал хип-хоп, музыки и рэпа, который ошибочно сказал, что FSCN составила эту карту, потому что FSCN никак не была связана с этой картой. Но больше всего нас там повеселили комментарии. Не хватает функции добавить закладку и связаться с продавцом, а если продолжать тему интернет-торговли, то нужна кнопка рассчитать стоимость доставки. И это история про то, как даже вот такая вот криминальная статистика, да, и в общем исследование того, как можно бороться с наркопреступлениями, может быть еще и веселым. Помимо этого мы опубликовали нашу аналитическую записку в декабре 2015 года, мы разослали больше 100-120 писем в различные региональные пресс-службы FSCN и МВД. Не получили ни одного ответа. Но зато через два месяца нашу работу прокомментировал глава ведомства Виктор Иванов, где сказал, что институт проблем правоприменения под видом трогательной заботы, буквально навязывает тезис об отсутствии различий. Но интересной является фраза о том, что это использовалось в манипуляции с дековином для криминологии понятия медианная масса, потому что, ну, в общем, медиана, если вы зайдете в журнал Criminology, да, самый известный международный... Да, в общем, это один из самых известных статистических терминов. И было странно такое слышать, но, с другой стороны, это значит, что нашу аналитическую записку прочитали, прочитали даже с ней слово медиана и даже как-то к ней отнеслись, что на самом деле очень неплохо. И в этом смысле мы благодарны Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, что она следит за актуальными научными публикациями, то есть следила. Да, конечно, мы во все пресс-службы послали анонс нашего исследования. На этом я бы, наверное, хотел закончить, не перейти к вопросам и обсуждению, если они будут. Кто-то из вас, вы наверняка, может, кто-то слышал, кто-то нет, об опыте в Португалии по работе с наркотиками, а именно в 2001 году их декриминализовали. Это был очень серьезный шаг, потому что в Португалии была очень большая проблема с наркозависимыми. Очень много людей употребляло, умирало, заражало СПИДом и так далее. Решили бороться радикально, но в противоположную сторону. То есть декриминализовали и получили очень хорошие результаты. Падение зависимых, употребление, преступление, связанное с этим и так далее. Вот мне интересно было, проводя ваши исследования, можно ли было сделать так, например, найти какие-нибудь особо успешные центры, ну, я не знаю, заместительной терапии или тех, кто работает с… ну, действительно хорошо работает с наркозависимыми и посмотреть на, допустим, карту преступлений вокруг этих центров. Действительно, может, и у нас можно было бы подтвердить, что там, где такие методы, ну, в условиях нашего законодательства работают хорошо, то в целом криминогенная обстановка, связанная с наркотиками, она падает. Или такой возможности, ну, скажем, не было и нет. То есть, может, у нас нет таких центров, или о них ничего толком неизвестно, или законодательство у нас все запрещает, все такую заместительную терапию. Ну, в общем, интересно. Разговор о декриминализации – это, в общем, почти уголовно-наказуемый разговор в России. И я бы, наверное, побоялся про это говорить, тем более, что у меня нет четкого мнения. Мне кажется, что это довольно глубокая тема. Она отходит к вопросу о том, мы чисто этически и морально даем ли право человеку в обществе навредить себе, если он этого хочет. И я не уверен, что можно сказать, да, точно или нет, точно. Что касается того, насколько я понимаю, заместительная терапия в России запрещена, она была, она разрешена в Украине, но в России нет, особенно метадоновой, насколько я понимаю, речь о ней. Это было бы, наверное, хорошим исследованием, тем более, что таким писком моды и настоящим научным прорывным направлением в криминальном исследовании, криминальной статистике является метод контролируемого эксперимента. Если бы вдруг главой МВД стал человек, который бы разделял научные ценности, был бы таким социологом, то с ним бы, наверное, можно было бы поговорить про то, как в отдельных, случайно выбранных регионах или муниципальных районах ввести какой-то фактор. Ну, например, немножко разрешить заместительную терапию. И после этого посмотреть, что произойдет в течение двух лет и понять, есть ли настоящая разница, или это только статистическая флуктуация. И я точно не помню, но кажется, в каких-то странах делали так, не с наркопреступлениями, но вот именно с точки зрения такого контролируемого случайного эксперимента. Раньше, по крайней мере, бывает, там читал, что сотрудники органов правопорядка там бывает подбрасывают наркотические вещества. Вот из вашей статистики или какого-то анализа можно сказать, судя по обработке результатов, примерно какая доля это? Или вот на ваш опытный взгляд есть какие-то предположения? Я боюсь, что… Я не знаю, как здесь ответить, потому что из той статистики, которая есть у нас, этого не видно. В принципе, непонятно, было что-то подброшено или нет. И я даже побоялся бы делать предположения, потому что это вообще очень серьезное обвинение. И для того, чтобы говорить о нем, нужно иметь серьезную доказательную базу. Конечно, на уровне слухов и личных историй какие-то друзья друзей всегда сталкиваются с тем, что подбросили. Но на уровне статистики мы этого не видим. Или мы, по крайней мере, не знаем, как это можно увидеть. Меня зовут Кирилл Каратеев, юридический директор правозащитного центра «Мемориал». У меня три вопроса, но я думаю, все из них короткие, потому что, скорее всего, надо – нет. Первый – не пытались ли вас против кого-то из вас возбуждать дело по 613 КОАП, потому что у нас любое упоминание в СМИ слова «наркотики» может квалифицироваться по 613. Надеюсь, что нет, но никогда не знаешь, до чего додумаются. Второй – общетеоретический. Вот вы показывали географическое моделирование того, где могут произойти преступления и как распределять, например, патрули, как это учитывает то, о чем вы тоже говорили, что злодеи знают, что это место патрулируется, поэтому они уйдут в другое, там, где патрулироваться не будет. И третье – опять же, может быть, на то нет, а может быть, на более развернутый ответ. Я просто знаю из предыдущих исследований и несет проблем правоприменения, что у вас был доступ к большому массиву статистических карточек судебного департамента и какое-то, не знаю, соотношение между вот изъятыми в момент, как я понимаю, в момент собственно регистрации, обнаружения преступления, и может быть даже до возбуждения уголовного дела, в момент возбуждения уголовного дела. Вот в этот момент, значит, заполняется карточка ФСКН, МВД или каким-то другим органом. И что в результате из этого, то есть как это соотносится с тем, за что люди на самом деле в конце концов были осуждены. Вот вы как-то эти две базы сопоставляли, если да, то какие-то есть, не знаю, результаты закономерности. Первый ответ нет. И надеюсь нет в будущем. Второй вопрос. Я забыл про что было. А, про злодеев. Ну, это вопрос про то, насколько открывать данные. Потому что, как я уже говорил, это мысль Ивана Бектина. Он пишет о том, что, например, в Великобритании данные о преступности, они закреплены за улицей, не за конкретным местом совершения. И это позволяет как бы обезопасить тех, кто с этим как-либо связан. И там при этом есть порядок специальный. Для таких организаций, как наши для научных, вы можете заполнить специальную форму, где вы объясните, зачем вам эти данные нужны. Вам дадут более детальные. Но на уровне такого открытого доступа там тоже существуют какие-то разумные ограничения, о которых подумали. Но так, да, вы правы. Я думаю, что темные стороны есть, в том числе, ну там, которыми могут воспользоваться преступники. А насчет третьего. Нет, я этим не занимался. Это очень интересная идея. Как-то она мне не приходила в голову. Дело в том, что я просто не занимался анализом судебных решений. Это делали до меня. Я этой темой занимаюсь не так давно. Поэтому я занимался и в таком узком ракурсе предварительного следствия расследования, а не динамики, там, дела в суде. Я так и не понял. Вы называли, что вам дали не открытые данные, а в сером виде, да, и вам их дали? Что дали? В сером виде вам их дали данные. Вы называли? Ну, как бы серый вид, это в кавычках, да, это данные, которые не находятся в открытом доступе. То есть вы не можете сейчас зайти в интернет и найти… Это был не в виде баз данных, а карточка в варде или что? Или в коем черте? Это была выгрузка из специальной базы данных. Из выгрузки из специальной базы данных. А там были поля человеки, да, то есть его имя, фамилия, соответственно, да. Был ли поля, является ли человек сотрудником МВД и так далее? Да, это очень хороший вопрос. Хорошо, что вы задали. Все записи, которые мы получили, были анонимизированными. То есть мы не знали, кто этот человек, мы не имели никакой персональной информации о нем. То есть об этом органы, которые поделились с нами этими данными, они позаботились. В этом смысле они очень хорошо сделали свою работу. То есть у них все эти данные есть в хорошем виде, они внутри себя это все анализируют и все знают, да? Это понятно. Это вопрос к тем людям, которые там работают. Я не знаю, я там не работал. Да, есть специальные научно-исследовательские институты. Например, есть научно-исследовательский институт МВД, который, по идее, должен заниматься этими исследованиями. Я не знаю, чем именно он занимается. Мне было бы интересно узнать. Еще по серым данным. Вы когда… Ну, открытые серые данные еще, да? Тогда закрытые. Вы сказали, что это серые данные, те, которые утекают в интернет каким-либо образом и так далее. Какие-нибудь либо данные серые по преступлениям в России утекали в последнее время? Я просто не слежу за этим. Я не могу такого вспомнить. А на черном рынке можно приобрести эти данные деливые? Я просто тоже далек от этой темы. Я не знаю. Я не бываю на черном рынке. Я стараюсь это делать официальным путем. Вот слушая ваши выводы, раз, два, три, четыре, пять, собственно, мы дошли до конца и поняли, что последним выводом было некое политическое решение. Но, в принципе, первые положения были достаточно очевидны как цели исследования. Возник вопрос. Располагая этими огромными данными, сами ведомства, они что, не проделывают такую работу? Вы когда общались с ними, ну или там ваши сотрудники, вы могли почувствовать как-то их внутреннюю заинтересованность самим проводить такие вещи? Потому что это же достаточно очевидно, например, построить карту наиболее популярных наркотиков там и сям. Но вызывает удивление, что именно вы проделали эту важную работу, а ведомство как бы такую важную вещь для себя даже не считает нужным изучать. У меня сложилось такое впечатление. А вот какое у вас сложилось при общении с ними? Ну, во-первых, мы не знаем на самом деле, чем занимаются внутри ведомства. Довольно закрытые. Вполне возможно, что на стол главе ФСКН приходили там. Где, значит, в каком регионе, какой наркотик? Я маленькую ремарку сделаю. Вы упоминали какой-то институт у них, ну только что говорили про него, но, видимо, он не делает эти вещи, о которых я спросил, но о которых вы рассказывали, да? Ну, я не знаю. То есть там как бы скептично относясь, да, наверное, не делает. А может и делает. Ну, карту он точно не делает. В любом случае не популяризирует это все. Ну да, тем более, что непонятно, как популяризировать борьбу с наркотиками в этом смысле. Но тут на самом деле еще ответ заключается в том, что сложно относиться к большим крупным ведомствам и организациям как к некоторым таким субъектам с единой волей. Когда мы говорим про крупные государственные органы, мы должны понимать, что в них работает огромное количество людей с совершенно разными мотивами, с кучей бюрократической работы и различных там нормативных документов, которым зачастую может быть просто, ну там, не до их настоящей работы. И в этом смысле, как бы, если у вас есть какая-то маленькая организация, которая этим занимается, то у нее больше шансов что-то сделать просто потому, что вы всегда можете напрямую поговорить с своим начальником. А в каком-нибудь МВД вы, будучи даже низовым сотрудником полиции, никогда не сможете достучаться до министра, да. Но организационно вся работа устроена так, что каждое нераскрытое преступление или какой-то другой палочный показатель является частью той статистики, по которой он потом будет оценивать вашу работу. И здесь, мне кажется, проблема в отсутствии обратной связи. Вы приводили, как это применяется с точки зрения экономики финансов, да, там, Великобритания, там, страховщики, разные коэффициенты риска в соответствии с данными. А вот первый вопрос, не могли бы вы еще какие-то примеры, кейсы привести? И второе, вот в России к вам обращались, допустим, какие-то наши компании, там, страховые компании, для них какой-то данный, где больше там кроваворовство крадут по автомобилю, или там такого плана, чтобы уже в договорах там разные коэффициенты риска ставить. Спасибо. Я с последнего начну. Я думаю, что в страховых компаниях и других скоринговых организациях есть гораздо больше данных, гораздо более детальных, чем у нас. Просто, когда мы говорим даже об открытых данных, то мы на самом деле видим всегда только верхушку айсберга. Если там вы видите какое-то приложение, которое было сделано для того же анализа, где лучше снять квартиру, чтобы не быть ограбленным, значит, что там, условно говоря, на одно это приложение есть еще 10 каких-то бизнесов, которые не афишируют то, что они работают с такими данными, но как-то в своей работе они это, скорее всего, при не меняют. То есть в этом смысле к нам нет, мы, в общем, никому эти данные-то не можем дать, потому что они даны нам для научных целей. Это было бы неуважением и, наверное, нарушением каких-нибудь правовых норм. А по поводу примеров, сейчас сложно вспомнить, но есть много интересных занятных примеров, когда… Ну вот первый пример это, значит, где лучше снять квартиру. Как я уже сказал, есть много на самом деле бизнесов, которые связаны с разработкой программного обеспечения для анализа криминальной статистики, для того, чтобы, значит, там написать какую-то программу, сказать, что вот у нее есть модный метод near repeat prediction, а потом ее продать какому-нибудь полицейскому департаменту. Но, по крайней мере, в интернете есть куча сайтов, посвященных этому. Там есть спрос со стороны государственных органов, да, ну, да, там есть спрос со стороны государственных органов точно, но и со стороны рынка он тоже есть. Просто сложно сказать, потому что это сферы, которые часто друг с другом не пересекаются. Например, страховые организации, которым, в общем, данные о преступности, это очень важно, и давать кредит человеку, который совершил ограбление или нет. Но эти страховые компании могут быть даже потому, как они называют то, чем они занимаются, совсем не связаны с теми же бизнесами, которые делают, например, сервисы предиктивной аналитики для понимания того, куда ехать по трулю для государственных органов. Когда один из гостей сообщил о том, спросил вас, а вы сообщили о том, что данные были анонимными, вы говорили только про судимого, обвиняемого, рушителя или же про сотрудников полиции. Данные по сотрудникам полиции были также анонимизированы или нет? Которые проводили задержание? То есть вы не могли провести более детальную аналитику, вплоть до сотрудников полиции, который проводил какие-то действия, чтобы построить какие-то оценки эффективности? Или, может быть, вы это делали применительно к районному отделу полиции? Нет, эти данные были полностью анонимными. То есть там не было никаких… То есть какая глубина условно? Глубина районный отдел. То есть какую-то аналитику к районным отделам вы проводили, нет? Смотрели, видели какие-то выбросы интересные? Мы смотрели на пропуски в данных, мы пытались понять, существуют ли какие-то паттерны, где пропусков данных в леных отделах больше, чем в других. Но мы работаем сейчас над этим. Это как бы такая вот справка о том, где, скорее всего, нужно что-то поменять. То есть если у вас пропусков в данных в одном районном отделе гораздо больше, чем в соседнем, значит, наверное, что-то в этом районном отделе не так. Второй вопрос. Вы, наверное, прогнозировали количество взятых за следующий год? Ролик, модель для того, чтобы примерно понять и оценить следующий пресс-релиз в ВСКМ в следующем году? Нет, не строили, потому что два года – это, в общем, очень маленький срок. То есть два наблюдения, по ним очень сложно построить тренд. И самое просто, как бы единственное, что можно сказать, сильно выше не будет и сильно ниже не будет. Хотя на самом деле, после того, как была упражнена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, мы можем ожидать чего угодно. Потому что она сейчас станет частью МВД, при этом какое-то количество ее сотрудников, оно не будет уже работать в этом подразделении. И на самом деле интересно, что сейчас станет с этой ведомственной статистикой, сколько будет фиксироваться преступлений, связанных с наркотиками. Если мы правы и если наше предположение верно, и большой разницы в том, чем реально занимается ФСК и МВД, не было, то эта статистика и сама по себе не должна сильно измениться. То есть, возможно, регистрируемых преступлений станет меньше, но баланс между, условно говоря, оптом и розницей будет тот же. Богоявленский, я демограф по специальности, и хотел даже не столько задать вопрос, сколько рассказать вам о качестве статистики, но, как вы говорите, агрегированной. В начале 2014 года, вот, товарищ, портрет которого вы показали, Иванов, рассказал о том, что у нас 8 миллионов наркоманов, людей с наркозависимостью, да, и что определит от 15 до 34 лет 70 процентов умирают от наркотиков. Причем он сказал, что наша служба провела исследование совместно со службой судмедэкспертизы. Ну, поскольку у нас по официальным данным, состоит на учете алкоголиков примерно в 6 раз больше, чем наркоманов, можно подумать, от алкоголизма кто же умирает, только 30 процентов. Ну, и я спросил у людей, которые занимаются статистикой, у меня просто таких данных нет, он сказал, что действительно около 100 тысяч умерло вот в этом диапазоне всего, это говорила Иванов, но в состоянии алкогольного опьянения умерло 9 тысяч из 100, а в состоянии наркотического 3 тысячи из 100 тысяч. То есть приблизительно где-то он, ну, в 30 раз, нет, не в 30, сколько, в 20 с чем-то раз преувеличил. Впрочем, может быть, что они так искусно судмедэкспертизу проводили, что находили, что органы именно от наркотиков, даже умерших от туберкулеза, я не знаю. Но вот, скорее всего, это качество, так сказать, или агрегированных данных, или презентации самого ведомства. И такой вопрос, это уже, как я понял из контекста, вы с НИИ МВД не контактируете? Нет, я напрямую нет, не контактировал. Было бы интересно, чтобы они... Да, просто вы же занимаетесь приблизительно тем, что, по крайней мере, они должны заниматься тем. Спасибо. Тут возникал вопрос про подбрасывание наркотиков. Вот, и вы сказали, что да, это тяжелое обвинение, и чтобы его делать, нужны серьезные доказательства. Вот, и тут, как юристы в свободное от работы время, скорее качественный исследователь, чем количественный. Я просто хочу сказать, что, как мы понимаем, значительная часть проблемы не столько в подбрасывании, сколько в использовании провокации. И по этому поводу качественных данных достаточно на... Ну, то есть, не то чтобы достаточно, но они есть на сайте Европейского суда по правам человека. Потому что, как сказать, повторяющиеся жалобы... То есть, мы сейчас решены десятки дел, и еще десятки, если не сотни, находятся на рассмотрении. То есть, это, наверное, не так много на общей статистической... Не знаю, для статистических данных, но для понимания того, как это работает, вот источник установленных фактов был мой комментарий. В этих данных есть какое-то описание преступления просто от руки? Типа, что, где, когда они... Ну, просто описание, типа, в каком-то клубе было задержано столько-то человек. Это в данных было? То, о чем вы говорите, называется краткая фабула преступления, в которой, значит, там фиксируется краткое содержание того, что произошло, но у нас не было к ней доступа. Потому что в этой фабуле в том числе могли быть эти самые персональные данные. То есть фамилия, место и так далее. Я смотрю, у вас, получается, мало было данных, да? То есть адрес, статья и какой наркотик? И то не очень заполнено. Ну, на самом деле, да, переменных-то нужно немного, да. Значит, ведомство, которое зарегистрировало преступление, привязку к географическому этого ведомства, да, в каком районе, объем и тип наркотика. Еще насчет пропусков. Ну, еще статью, да, извините. Вы сказали, что вы предполагаете, почему были эти пропуски. То есть вы не могли походить по людям, кто там работает, спрашивать, почему они вносят эти пропуски? Или так прийти? Ну, это хорошее предложение, но вот как вы представляете это себе? Да, вот как найти сотрудников ФСКН, которые захочут пообщаться с социологом, которые изучают наркопреступления? Ну, через открытое правительство, опять же, вы же сказали, через открытое правительство вы смогли получить доступ к данным. Правильно? Ну, как-нибудь через... Ну, то есть это на самом деле проблема выхода в поле. Ну, мы на самом деле пытались. У нас есть какие-то контакты с людьми, которые занимаются правоохранительной деятельностью, но у нас так ни одного интервью не получилось. Это надо было бы сделать, вы правы, для того, чтобы понять, что там, почему так. Мы не смогли. Насчет наркотиков, это же, конечно, все-таки дело достаточно хорошее, да, наркотики? В смысле, вот. А насчет других преступлений вы обращались через открытое правительство по данным по другим преступлениям? Ну, то есть вы здесь узко взяли? Ну, наркотики. Может, вы сейчас попытаетесь какие-то данные получить? Может быть, в будущем знать, что вы получите? Какой-то анонс? Я не знаю. Нет, пока анонса нет, потому что... Ну, вот мы взяли на самом деле довольно такую узкую тему, да, из всего уголовного кодекса только наркопреступления, но даже внутри этой узкой темы есть огромное количество деталей, с которыми нужно долго разбираться. Вот я там год уже пытаюсь разобраться, и тем не менее очень много все равно не понимаю, поэтому вот, ну, мы, наверное, может быть, еще чем-то займемся, но я пока не знаю, чем. А есть какие-то вот карты, как у вас там по другим преступлениям, допустим, угоны, там ограбления, вот такие есть тоже, или ресурсы, просто интересно посмотреть? Кажется, я недавно встречал какой-то сервис, связанный с угонами автомобилей, но я не помню, как он называется. Но факт в том, что есть достаточно большое количество активистов, которые занимаются вот такими локальными историями, ну, там, типа вот угоном, например, да. Но я затруднюсь сказать, насколько это распространено. Мне кажется, что это довольно распространено, просто вот именно вот такую карту с таким количеством данных, наверное, нет. Это, насколько я понимаю, чаще всего такие активистские истории, да, когда вы сами вносите там, что вот меня тут угнали, сами вносите информацию, не используете готовый источник. И вот еще уточнение, у вас слайд был с статистикой, там, по-моему, приводились данные, что из всех задержанных 85, да, по-моему, процентов, это уже обвинение, да, результат обвинения. То есть из всех 85 обвинительные дела доходят до конца, да, так я понимаю? Нет, я не понял. Там количество человек и 85 процентов, вот что это имелось в виду? А, про отчет ФСКН, да, теперь понял. Вот это, вот это 85 процентов, это что? От всех задержанных сколько судебных решений, да? Значит, там есть какое-то количество зарегистрированных преступлений, и не все из них становятся определенными, там, конкретными судебными решениями, да, хотя мы знаем, что система уголовного преследования в России построена так, что там существует обвинительный уклон, и даже там… 98. Да, ну там, 99, 98. Но тут речь о том, что вот из тех судебных решений, которые были вынесены, они были на 85 процентов по материалам уголовных дел ФСКН. Тут как бы есть деталь, да, тут речь идет об уголовных делах, а не о зарегистрированных преступлениях. Но даже если мы посмотрим на статистику зарегистрированных преступлений, мы видим, что ФСКН только треть регистрирует, да, две трети – это МВД. Может быть, большинство преступлений МВД не доходит до стадии судебного решения, хотя сложно сказать, да, куда 250 тысяч преступлений может уйти, вот так вот испариться. Так что я думаю, что это, скажем так, не совсем корректная оценка. Ну вот да, мне как-то тоже стало непонятно. Спасибо. Есть некоторые активисты, которые этим занимаются, это чаще всего энтузиасты, которые ручками собирают информацию с разных сайтов МВД, и вручную ее обрабатывают, составляют какие-то карты. Их можно найти по городам, просто если вы вобьете в поиски криминальные карты, какое-то количество вы найдете. Если наши силовые ведомства когда-то откроют данные по криминальной статистике, я думаю, то такие карты появятся уже более детализированные. Еще вопросы у кого-то? Меня попросили сказать пару слов, я скажу. Вот вы на входе могли заметить брошюру «Понятная полиция». И это такой проект, которым занимается организация «Открытая полиция», идея которого заключается в том, чтобы дать людям, которые, по-видимому, никогда не сталкивались с полицией, или столкнутся с ней первый раз, или просто находятся в какой-то не очень хорошей ситуации, когда к вам домой, например, приходит полицейский наряд, дать им понять, что в этой ситуации нужно делать. И, в общем, я чисто по-человечески это могу понять, потому что, когда я вспоминаю, как меня, например, на улице когда-то остановил полицейский, я сразу понимаю, что я в этот момент не представляю себе, что будет дальше, что может со мной сделать он, и что могу сделать с ним я, чтобы он ничего со мной не сделал. В этом смысле вот это… Кому-то не нравится «Понятная полиция». В общем, можно зайти на сайт «Открытой полиции» и посмотреть про этот проект. У них как раз сейчас идет краудфандинговая компания, которая позволяет эту брошюру получить на руки вместе с чем-то еще. Спасибо всем, что пришли. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо мемориалу. Спасибо. 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 Спасибо.